а чё кто еще то где нет нас пятеро вообще-то но марина геннадьевна еще там она тоже слушает слушать и ниша еще не ходил а ну и лена ну все царю небесные утешитель души истинный и железнец и и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю принеслися мы и очистены от всякие скверны и спаси блажь и души наши говорим тебя господи за этот день воскресный за то что позволило сегодня собраться и прибыть в общении воздать славу тебе тоже сохранилось течение этой недели сохранял нас течение всей жизни господи даруй нам понимание слова твоего научи нас жаждать его и исполнять тебе слава от своей сына и святому духу мы не признавайте его холдом и аминь и аминь 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 вот так молитву после нее излететь молодец как у нас 24 так евангелие от ианова 9 глава с 24 по 29 стих продолжаем о слепорожденным. Ну, вспомним, что идут по Иерусалиму и Христос с учениками и вдруг видят человек, он оказался слепорожденным. Христос остановился, около него заинтересовался почему-то им и начал его расспрашивать. Ученики удивились сильно и почему-то задают вопрос, кто согрешил, он или родители его. Но они не знали, что он слепорожденный. Это значит слепое отрождение. И когда об этом узнали, конечно, они поняли. А Господь, уже зная все это своим промыслом божественным, показал, что он Бог. Сказал, не он, не родители его. А для того, чтобы прославился Бог в том, что сейчас с ним случится. А что случилось? Помазал он брением, то есть взял пыль, плюнул на эту пыль. Перемешал, получилась грязь. Брение называется оно. Помазал слепорожденному. И говорит, иди на купальню села, что значит посланное. И там умойся, и будешь ездить. Он пошел, то есть просто безо всего пошел и умылся. И стал видеть. И тут начинается самое интересное уже. Он, будучи уже просветленным очами, его встречают фарисеи, книжники, ну то есть сильные мира сего. И начинают его допрашивать. И вот теперь мы продолжение допроса. Родители причем допрашивают и его. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, когда-то был слеп. И сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. С большой буквы человек написано здесь. Ну, для нас чтобы понятно было. На самом деле, они когда говорили человек, они не с большой буквы говорили о нем. Просто человек и все. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою? Как отверт твои очи? Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укоряли его и сказали, ты ученик его, а мы, Моисеевы ученики, не знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Толкование блаженным фефилакторам. Ибо внушение воздай славу Богу значит исповедуй, что Иисус ничего для тебя не сделал. И в том, чтобы не приписывать ничего доброго Иисусу, поставляет славу Божию. Вот в чем смысл. То есть, можно сказать, воздай славу Богу. А он что, не воздал славу Богу? Они откуда знают? А он говорит им об Иисусе. А воздал он славу Богу или нет? Кто-то слышал, может быть, он поблагодарил Бога. Они говорят, да нет, ты грешник, просто такой же, как и тот человек. Смысл того, в чем? То есть, ты не поблагодарил Бога. Бог тебя мог исцелить, но никак не этот человек. Почему же вы не обличали его, когда он вызвал вас на это, говоря, кто из вас обличит меня во грехе? Евангелие Трама 8 глава 46 стих. Слепец бывший говорит, грешник ли он, я не знаю. И теперь этого не испытываю, не утверждаю. Ответил им сукоризною, не хочу я более говорить с вами, потому что много раз я сказывал, и вы не послушали. Потом, что особенно могло уязвить их, прибавляет, неужели и вы хотите сделаться его учениками? Очевидно, сам он желает быть учеником его. Шутя же и смеясь над ними, говорит, это спокойно, а это показывает душу смелую и неустрашимую, и не боящуюся их бешенства. На обиду ему они говорят, ты ученик его, а мы ученики Моисеевы. И здесь явно лгут, ибо если бы были учениками Моисеевы, то были бы и Христовыми, как и сам он говорит им, если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, Евангелие Таана, 5 глава, 46 стих, Господь говорит вам. Не сказали, мы слышали, но мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, хотя об этом им передавали предки. О том, что приняли по слуху, говорят, мы верно знаем оттого, чьи чудеса, чьи с большой буквы, конечно, видели своими глазами, и чьё с большой буквы, учение божественное с большой буквы, и небесное, слышали сами, называют обманщиком. Евангелие Таана, 7,12. Евангелие Таана, 7,12. Давайте откроем. 7 глава, 12 стих. И прочитаем. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем, явно боясь иудеев. Вот. То есть тут вспоминается о том, какие были его отношения с сильными мира сего, ну и вообще с иудеями. А что вообще такой вопрос, с чего все началось? Кто может сказать? С чего началось гонение на Христа? Откуда это пошло? Мы сейчас видим, они прям, ну, издеваются над Христом. И явное чудо, человек говорит им, что был человек, который помазал брение, он не видел, и когда умылся, он сказал, умойся, умылся и прозрел. Что непонятного? Они не хотят этого знать. Когда услышали, что Христос, они начинают его укорять в том, что, ну, тут дальше будут говорить еще, что он и с Вильзиолом дружен и так далее. Ну, как мы это видим. А с чего все началось-то? Во-первых, какое это время, когда все происходит? Какое время это? То есть сколько лет с дня начала проповеди прошло, когда он приходит вот в очередной раз? Под конец уже, под сон. Какое это время? Брат, какое пришествие его в Иерусалим? Сколько было всего, он раз приходил в Иерусалим? Ну, два я помню. Два, я вот три помню. Ну, да, уже три с половиной года проповедовал Христос. Каждый год, каждый год иудеи должны были собираться три раза. Вы, вы Иерусалим. Сколько раз? Вот, вот, у тебя есть телефон? У тебя интернет есть? быстренько на праздники не собирались. Потому что он два раза изгонял, причем, потому и такие ассоциации, что из храма изгонял два раза. Два раза, да, изгонял он два раза. А мне кажется, вот гонили... Причем второй раз, когда он пришел, он не изгонял. Первый раз пришел, он сказал, что дом мой сделали этих... Нет, нет, торговли, домом в торговле. А второй раз сказал, когда треть, последний раз пришел, он сказал, вертепом разбойников. Сказал. Взял, сплел веревку и... А там он просто опрокидывал. И причем, голубей, где не опрокинул, а миновщиков опрокинул. Написал. Продающий голубей. Продающий, бедал священник это говорили. Это когда он пришел уже в очередной раз, тогда он уже и взял, сплел веревку. Это какая глава? Кто помнит? Когда он сплел веревку? Какая глава? В ангеле Атеанна, говорится. А вот, вообще-то спросил, когда до нее начались, у меня сразу мысль пришла, что в самом начале, как в субботу, только начинал кого-то исцелять и сразу начались для нее по субботу. Молодец, местописание. Какое? Что тут ослепор? Ослепорожденном. Там много и сухорубкового, и женщин ускорченную, и расслабленного. Ослепорожденном прям, напиши. Библия ослепорожденном. И все, тебе ответят. Там прям будет википедия, и местописание, и так далее. Не пользуйтесь. Ну, местописание какое? 13 глава, наверное? Евангелие от Иоанна. А? 13? Братья, ну, что сказать. Ладно. Я думаю, что это второй раз было. Потому что это седьмой главы все началось. Когда братья его говорят, пойдем с нами, какой-то праздник был. А какой был праздник? Скорее всего, поставление кучей. Явно это было не Пасха. Сукот. Сукот был, а? Ну, вот. Они говорят, да нет, нет, мы это... Он говорит, да нет, вы идите, мое время еще не настало. И когда они были на празднике, уже прошло какая-то половина там, при половине праздника, вдруг он является, как бы, что бы, там еще такое толкование, как бы он обманул, что ли, или что? Да нет. Он же сказал, что я еще не иду. Ну, а теперь настало время, там он через день пришел, то есть он никого не обманул. А почему он пришел, спрашивают, почему до этого не пришел? И там говорится, потому что его хотели уже словить и увезти, да. Ждали. И вдруг, и потом там такое интересное толкование, что, а теперь, когда они присытились, когда праздник прошел, там, ну, наелись там вкусно, попили, там добрые стали такие расположенные, и теперь Христос приходит, и правда они его не берут. И там служители приходят, ну, это вспоминаем, да, уже? Это восьмая глава. Приходят служители от сильных мира сего, то есть первосвященников, книжников, фарисеев, садукеев, партии вот этих, которые должны были его схватить, а он начинает говорить, и они говорят, так вот он такие слова говорит, вот прям по душе нам, по сердцу, божественно, и не берут его. приходят, начинают рассказывать, и вдруг, раз присыдив, фарисеев садукеев случается, потому что он говорит о воскресении, о новом, о новом завете говорит, с Богом, потому что они понимают, совесть-то обличала их, мы видим, где обличала совесть, когда женщину побить камнями, то блудницу, и они говорят, от первого до последнего, он там что-то писал, Господь, как бы грехи их, или имена прям их, со старшего и до младшего, все ушли, он поднял голову, видеть никого нет, и говорит, женщина, где твои обвинители? Она говорит, а все ушли, и что никто не побьет камнями? Ну и я тоже не буду, ну и говорит, иди и впредь не греши, у нас написано, когда мы выходим, он ни с кем не вступает, ни в конфронтацию, никого не провоцирует, он наоборот избегает любого конфликта, да, и я хочу сказать, что такое самое непонятное место, которым очень любят пользоваться, особенно священнослужители, и особенно те, кто пребывают в храмах, это 7 глава, 1 стих, не суди и не судим будешь, это очень любят, это 7 глава, 1 стих, а к чему это относится, никто не смотрит, и когда мы начинаем смотреть, а к чему это все относится, это 1 стих 7 главы, начинаем смотреть, и приходим к Нагорной проповеди, к Нагорной проповеди, там была суббота, когда они шли засеянными полями, и ученики срывали колосья, растирали и ели, вот отсюда все началось, вот с этого всего, это была суббота, а им деваться некуда было, нужно было идти, и они шли больше чем нужно, больше субботнего дня пути, а это приблизительно 2 километра, ну по нашему, может чуть побольше, там 2,5, ну больше чем надо шли, и главное, что нельзя было трудиться, а они срывали колосья, растирали, ну то есть понятно, это труд, даже если просто подошел, зубами оторвал колось, то это уже надо потрудиться, а трудиться нельзя было, и тогда Господь им там говорит, вот помните, вы отвязываете осла своего, идете там, поите его, если он там упал в яму, то в субботу, то вытащите его, почему? ну потому что будет материальная потеря вам, вот почему, а так бы, ну оставьте осла, пускай он там, а как мы знаем, животные, они очень быстро погибают, если им не дать нужного, потому что они не люди, они не могут поститься, но в некоторых случаях постились, Господь такие чудеса делал, и поэтому все, ну там же у них теплая погода еще, вот в чем дело, жаркая, то есть Господь им говорит, обыкновенные такие правила, поведение человека, которые не соответствуют, и субботнему закону, вот в чем дело, а они все время его нарушают, получается, и он говорит о животных, а там скрученная женщина, скрученная, вот у нас Маргарита ходит, скрученная, меня вот тоже, Господь сделал, что-то скручил, и чтобы распрямиться, надо долго молиться, или Господь, Господь же нас исцеляет, непонятно, как бы хотелось, чтобы исцелил Господь, но не сатана же исцеляет, тут какие могут быть вопросы, сатана сделает зло, Господь делает добро, иногда нас наказывают, это тоже добро, через сатану, то есть сатане попускает делать нам зло, Господь сам зла не делает, но он все знает о зле, вот так, он, потому что, ну, творит всего, и, конечно, очень он об этом, Господь сожалеет, и поэтому, может быть, так все и, домостроительством, так все и сотворил, что появился этот, бес лукавый, так, вопросы, то есть началось все с субботы, Лена нам дала, как говорится, наводящие, и от этого, а до этого, почему еще интересно, вот хотел заметку сделать, для вас может тоже, будет интересно, когда Господь вышел, то Евангелие от Марка 15 стих, то там первой главы, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие, ну, а Евангелие-то он сам еще не сказал, Евангелие, это было просто Евангелие, и ты такая, о, Евангелие, ну, Евангелие, что, теперь к этому Евангелию, надо там говорить, законов, 613 у иудеев было, 719 правил теперь у православных, во, сколько, ну, сколько Христос говорил, чтобы понять было, о чем он говорит-то, и когда он отдельные своды законов, которые, конечно, иудейские, они очень часто соответствовали, практически всегда, и, естественно, законам Нового Завета, потому что там все, что относится, 20 глава книга Исхода, начиная с 3 стиха, и по, какой, по, сейчас не помню, по 18, по-моему, эти, заповеди, 10 заповедей, они все соответствуют, все соответствует полностью, а, если брать уж тонкости там какие-то, да, они тоже хорошие, тоже хорошие все, но, дело все в том, что, если их законно выполнять, то человек не смог выполнить их, ну, не смог, и когда, помните, притчу, ну, как притча, не притча даже, как история о Лазаре и Богаче, и Господь говорит, когда на лоне Авраамовом, там Лазарь, а Богач внизу там, смотрит, возвел очи, смотрит, начинается диалог у них, и Авраам говорит, между нами и вами, утверждена Великая пропасть, то есть, это уже было заранее утверждено все, то есть, праведник и неправедный человек, вот так, и поэтому, выполнение законов, оно не смогло человека привести к праведности, и поэтому Авраам говорит, Павел этот говорит, там у меня пять братьев, можно там, придет Лазарь, восстанет из мертвых, и скажет им об этом, а Моисей, ой, Авраам говорит, если не слушали Моисея, то есть, пяти книжек получается, и пророков, да, то не поверят, если не слушают, вот так вот, то есть, все уже было утверждено на том, что не просто исполнять законы, а веровать в пророчества, которые Господь, послал через своих пророков, Авраам там, сам пророк, Авраам нашел Бога, как он его нашел, не понимал, он не знал даже, что Бога-то ищет, вот в чем дело, он, он понимал, что вот это не то, а истинного Бога уже забыли, потеряли его, Евер, последний, кто совершил великий подвиг, не пошел на строительство, его же убить должны, то есть, они когда построили бы башню, они этого Евера взяли бы и с этой башни сбросили бы. А где вообще про него написано, я нигде не могла найти? Если читать у евреев, как бы в их, получается, как этот, страшно это слово, как, как, нет, не Толмут, а, нет, пора это, этот, ну, то, что все боятся, где голема этого делаешь, да, то, там есть, а вообще, я это прочитал, третий, третий раздел, Иосифа Флавия, иудейские древности, да, там написано про это, что, какой подвиг совершил Евер, и почему, оттуда пошло, пошло, название, это евреи, и оно, евреи сейчас, оно больше утвержденное название, чем иудеи, иудеи, нас наслащим, евреи, евреи, ну, это, по-арамейски, по-арамейски, если говорить, а по-нашему, перевернуть, значит, и имя его, Ивер, наверное, у нас, это, у нас, евер, по-ихнему, может быть, Ивер, я читала, ну, Ивер, Евер, какая разница, главное, что, евреи, ну, сегодняшний, по-русски, если будешь, то это люди, которые пошли от Евера, который не пошел строить Вавенонскую башню, поэтому язык свой, он сохранил в чистоте, Господу, не надо было ему давать другой язык, смысла не было, потому что он рассеял именно тех, которые там вокруг, и, в общем-то, Господь спас его от смерти, они бы убили, его и других убили, понятно, а им бы, да, не до этого стало, то есть, они его забыли, и так это все затерялось уже в веках, что мы видим, когда Авраам, а он, получается, Авраам, Евер был ему, по-моему, прадедушкой, что-то такое, или прапра даже дедушкой, надо там посмотреть, ну, кто желает, посмотрите. Там еще, по-моему, далеко же было до Авраама, по Павелонской башне. Это не сильно. Ну, далеко, да. Далеко. Ну, там, в общем, там есть, это, Авраама, родословная, можно посмотреть. Там, вообще, говорится, что он учился, Яков, Уивера, своего потомка, приходил, они жили тогда долго. А, ну, да, тогда долго. Да, действительно. Так, ну, вопросы еще есть. Ну, тут очень много, столько вопросов, для меня просто, они поднимаются, поднимаются, их надо, конечно, отдельно промежу изучать, открывать. Ну, у нас нету таких желающих. Мне, допустим, все это интересно, по годам и так далее, по дням, Христос, второе это, я думаю, второе это было его. Мы тоже смотрим, вот в этой подростковой Библии, там, цветной такой, там, с растением всяким, там, идет вот такая, вот, видел, летопись-то, вот, в виде цепочки, такой, интересно, сможешь, я ничего в голове не могу удержать эти даты все, уже не учусь. С фотография уже далеко. Ну, это, это, надо заниматься этим, это, занятия вести, или, ну, что-то самое. Каждый день учим места писания, вот, дня по три одно место, и никак, долго приходится заучивать. Ну, это так делают, делают еще лукавые, кто вытаскивает просто это. Надо дальше продолжать, и кому-то рассказывать это надо. То есть, постоянно на занятиях нужно участвовать. У нас вот занятий очень много в интернет-содружестве, там вот можно участвовать. Там как раз никто не участвует. Там один, который ведущий, вот он говорит, говорит там, но, так как они, знание Слова Божьего слабое, вот, в общем объеме, то есть, они соединить иногда не могут то, что относится к какому-то месту писания, и пройти по всей Библии, соединить это. А если и соединяет кто-то, то это неинтересно. Это сложно начинается, там что-то прям, некоторые кричат даже. Вот такое бывает. Ну, это духовное поражение людей. Итак, Евангелие Тайна, 9 глава, 30-33 стихи. Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Вот это слепой дал им жару толкование блаженного Филакта. «Вы, говорит Иудей, отвергаете моего исцелителя», с большой буквы, имя Господа, еще одно исцелитель. «Поэтому, потому что будто бы не знаете, откуда он, а я говорю, что он тем более достойный удивления, что не будучи из числа знатных между вами и славных людей, может совершать такие дела, которые совершенно ясно свидетельствуют, что он владеет какой-то высшую силой и не нуждается ни в какой помощи человеческой. Он не только отстраняет грехи от Господа, но и выставляет его, то есть Господа, великим угодником Божьим и делающим все по его воле, ну, Господа, то есть Иисуса Христа. «Когда говорит, если кто чтит Бога и творит волю его, Бог не слушает грешников, выражается там мысль, что Бог грешникам не дает силы творить чудеса, ибо Дух Божий не станет обитать в теле, обложенном грехами. Тех же, которые искренно и от сердца просят себе прощения грехов, Бог выслушивает не как грешников, а как кающихся. Ибо вместе с тем, как они просят себе прощения, они перешли уже из ряда грешников в ряд кающихся. Многие чтут Бога, а воли Божьей не исполняют. Вот сестра как раз молилась у нас, говорила, что дай Господи нам исполнить на желание. А должно быть вместе то и другое, и Богопочтение, и исполнение воли Божьей, иначе вера и дела, или как выразился апостол Павел, вера и добрая совесть. 1 Тимофеев 1, глава 5 стих. Короче сказать, созерцание и деятельность. Вот у нас брат Николай Польгуев задал вопрос батюшке в тот раз. Может кто помнит? Батюшка, а что важнее это нам? Дела или вера наша? Вот ответ здесь. И дела, и вера. То есть нельзя отделять ничего. Или деятельность и созерцание. Ибо вера истинно жила тогда, когда при ней есть и богоугодные дела, от которых бывает добрая совесть. Подобно как от худых дел порочная совесть. Ну, помните Игнатий Тихонович говорит, что это ему пришло такое в голову, когда он размышлял, что такое совесть. Вернее, что такое уныние. Ну, совесть и уныние. Уныние это печаль от плохо сделанной работы. Вот что такое уныние, печаль, то есть вот это все это от плохо сделанной работы. Вот такое состояние человека. Отлично сказанное. Мы это видим теперь, что ты можешь веровать, но дел каких-то не сделал. но понял, совесть твоя поняла, что или не доделал, или отказался от этих дел. И вот тебе особенно вот это покаяние и дела к покаянию, они вот такие вот человека одухотворяют. То есть ты каешься и нужно обязательно что-то делать, чтобы показать Господу, что ты каешься. Вот тебе легко дела милосердия творить. Ты прими деньги будешь получать и дела милосердия о людях заботиться. Поэтому если вдруг тебе такое будет, что денег не дадут, а человек нуждается в твоей помощи, ты делай, делай, у тебя совесть будет чистая, чистая. Ты будешь легко с Господом беседовать. То есть молитва будет идти. Иван сейчас работает, там все уже женщины, болящие, они его сразу уже знают, что он верующий. Это только его зовут, потому что другие кто-то бризвает, алгор, и все стирается с удовольствием, там кто-то кричит, а он все приходит, не знает, что он верующий, он без криха, все с радостью это делает, и они там в удивлении. Ему бы еще, чтобы он молился постоянно, Господи, помилуй хотя бы, говорил про себя, вообще будет хорошо. Благовествовал, что потом. Ну, благовествовал это само собой, в Слово Божие сказать, Евангелие с собой иметь. Евангелие, да, у него есть с собой. Единственное, что, конечно, ему надо отвечать на вопросы, он пробует, отвечает, да, провокационный задает вопросы, он отвечает, он как провокационный парень молодой еще ни к чему бы их, конечно. Он может и не отвечать на провокационные, зачем ему это? А вот с людьми, которые вот нуждаются, у меня, помню, дядя умирал мой, и прям орет, и все, и позвонила тетя и говорит, дядьке твоему тяжело. Я поехал, он как раз во Власихе жил там, на последней остановке там во Власихе. там двухэтажки. И я пришел и сел и начал псалтыр читать, а он уже невменяемый. И я псалтыр читал, ну, сколько, я не помню, там, сколько-то, псалом 40 я прочитал. И он затих, я забыл даже, что он не кричит, и тетя зашла такой, такая, вот. И все, и он так умер тихо, не кричал. Единственное, что грех был, он все время просил покурить. Вот так. Покурить. Ну, Господь, видите, как оказывает такие милости на грешном, недостойном романе. И опять, дела тогда живы, когда при них есть и вера, а в результате друг от друга они мертвы. В раздельности, то есть, друг от друга. Как сказано, вера без дел мертва. Якова 2, глава 26, стих. и дела без веры. Вот так. Вопросы? Какие есть? Все, сестра, у нас? По времени. Вопросы, какие есть? Так, на чем мы закончили? Ну, происходит, как бы, монолог, наверное, я думаю, человека, который прозрел. Вот так вот начинает человек, который увидел солнце правды, два слова с большой буквы, это Христос, и он его даже не увидел, он его еще не увидел, он просто его, о нем знает, и он им сотворил с ним, не видел веру, и он не видя, да, уже начинает, ну, веру мы еще, ну, немного осталось уже дочитать, просто большие, тут большие, большой отрывок, очень, все, да? Давайте на следующий раз закончим, если порождено. Подолжение, так, тридцать, тридцать, четыре, тридцать, четыре, спаси Христос, спаси Христос, кушай, так, обратно, помолишься, да? Да, достойно, есть оттого истину, блажит дитя Богородицу, кресно блаженую и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херруим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога, Слова Родшую, сущую Богородицу, Тя величая. Господи, благодарю Тебе за это мирное время, за этот счастливый день, за встречу с Тобою. Господи, продли милость Твою и далее ко всем уповающим на Тебе. Тебе слава, хвала, честь и поклонение веки вечной. Отец, наш Сын, и Дух Святой, и Аминь. Аминь. 13-го числа не забудьте, валите все 14-го. Вот, Лену путешествует. 14-го, я 13-го.